Хао, блинолинцы. Второй день на выставке. Поправился с утреца Вятчим Рижская. Сейчас пойду на крафт-корнер, посмотреть на крафтовые изыски. Там много разных известных и неизвестных пивоварин. Вот один известный пивовар уже здесь засветился. Вы как-нибудь видели? Слава, видели? Он в рубашке трезвого из кофе, а не с пивом. Я никогда. Я в рубашке, меня все фотографируют. Смотрите, где твоя майка на полшишечки? Тоже есть. Ну, пойдем посмотрим, что там Слава нам приготовил. Ну и все остальные тоже. Организатор крафт-корнер, журнал Real Brew. Лена Тюкина. К ней попозже подойду, поговорим тоже. Ну, погнали! КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 обещают. По цвету, да. Ну, карамельничка, в принципе, вполне венская и довольно чисто. То есть, никакой грязи нет, все хорошо. Да, это хороший венский такой лагерочек. Горчинки, правда, которые мне сказали, здесь нету. Но в венском оно и не должно быть. А так оно вполне питкое. Надо, конечно, попробовать еще крафт местный. Я думаю, угостите местным крафтом? Да, конечно, у нас сейчас на дегустацию. Смотрите, фруктовый сорт. Нет, фруктовый не надо. Гоблинский пряник темный стал. На дегустации ставки нет. А, ипы нету, да, открытый? Да, к сожалению, у нас на дегустации. Ну, давайте, пряник-то стал. Да, давайте. Гоблинский пряник, это что-то прямо слабо веет. Гоблинский пряник, в нем сухое специи, кряда, корица и гвастика. Поэтому не имеете свою копчетку, но он будет вести. Вот такой вот пряник из Череповца. С 10-го года пиварня работает, насколько я понял, да? Да, верно. У нас пиварня с 2010-го года. Уколо 15 магазинов уже в Череповце, еще 5 в Вологде. Кстати, неплохо сбалансировано, то есть специи чувствуются все, которые имбирь. Ну, как имбирное печенье, скорее всего, это. Но и стаут за ним как бы не теряется, то есть жоночка, все как надо. Очень неплохой стаут. Я не так давно пил зимнее от пиварни Давидов. Чем-то он очень похож. Глазки слабые. 5,7 алкоголя. То есть, не сказать, что это прям такой легкий стаут, поэтому он довольно нажористый. Приятная штука. Если кто-то будет в Череповце, рекомендую посетить. Ну, и попробовать. Я не знаю, где там продается, но где-то он там есть наверняка. Если, то есть, найдете там его, я думаю, что интересно. Да, кстати, у нас магазины погребают торговые сети разливного пива. Также у нас есть бутылочная. Тех же самых в степле крафт продается. В основном на разлив. Большая пиварня? Что еще раз? Пиварня большая? Ну, конечно, большая. У нас уже еще, кстати, новый центр. Сейчас открывается. Развиваемся, строимся и расширяемся. Варочник у вас какой? Варочник объем какой? Восьмитонники у нас. Восьмитонники? Ну да, большая пиварня. Поэтому странно, что до Москвы не доезжало еще. Да. Вот приехали первый раз сейчас на выставках. Я думаю, что появятся в ближайшем будущем, раз они на выставке стоят, потому что выставка продающаяся такая. Я думаю, найдут и дистрибьюторов, и с кем поработать. Зашел на стенд моих друзей М2, где мы варили Грэпель в свое время. Ну, про это был и репортаж у меня, и про пивоварню про это есть. Как оказалось, так сказать, рыболовный кружок живет. Делают с виноградом. Вот это лагерь Шардоне. Пока еще в продажу не поступил, он без этикетки, без всего, но это интересно. Это аромат действительно Шардоне, именно ну не такой яркий, конечно, как в вине, но чувствуется, что это что-то такое виноградное. А вкус такой хрустящий, сухой. Вот это классная вещь. И еще есть портер, оказывается. Портер с чем? Портер с сера. Портер с сера. Тоже, мне кажется, очень любопытно будет. Еще есть пену-нуар за светом. Обалдеть. То есть, эта тема развивается, и М2, я так понимаю, что они в своих ресторанах все это будут продавать. Вряд ли это пойдет куда-то. Хотя, может быть, беру уходную и возьмет что-то, если узнает. Или какой-то объем будет, потому что они с ними работают. Но лагерь Шардоне, это тема. Это как раз то, что мне в свое время понравилось в Бельгии, когда делали такой с шампанскими дрожжами. Здесь, наверное, скорее всего, дрожжи все-таки пивные, не шампанские. То есть, не было двойного выражения. Ну, примерно вот такое. Это должно быть такой хрусткий, приятный, то есть, такой сухой. Ну, просто всегда делают эли, как правило. А лагер, я даже не знаю, кто делал лагер с вином, ну, в смысле, с виноградом. Это интересно, действительно, это очень классно. Пино Нуар, портер спино Нуар. А, это не портер? Нет, это спино Нуар на светлой эль. А, светлой эль спино Нуар. Ну, давайте попробуем. Выглядит, по крайней мере, замечательно. Спино Нуар, как раз мы тогда делали, вот этот первый, грейпп, он был тоже спино Нуар. Это немножко более легкий, мне кажется. Здесь алкоголь, наверное, не больше 5-6. Нет, 7 все-таки? Нет, я ошибся, все-таки 7-очка. Но тот, мне кажется, что тот был более полнотелый. Тоже не могу сказать, то есть я с пиваром сейчас на эту тему не говорил, какое здесь брожение, потому что в предыдущем, ну, в первом релизе оно было двойное брожение. Сначала пивными дрожжами сброживали, а потом винными. Здесь, не знаю, как это делалось, может быть, и так же делали. Ну, это без выдержки в пиваре. Квивар еще есть. Еще и в пиваре есть. Я понимаю, что оно стоит там. Его разливать надо будет весной, я думаю, не раньше. Это без пивар. Ну, слушайте, это очень интересно, и если кто-то где-то найдет, рекомендую очень попробовать. Это в апреле можно попробовать. Да? Отлично. То есть в магазинах и в ресторанах Major Brewery, ну, Major Group, вот это как называется, M2, они же, это все будет, и можно попробовать будет. Не пожалейте, сколько он там мне стоил, пускай там будет 0,7, стоит там рублей 800, но оно того стоит, это ничуть не хуже всяких таких именитых аналогов. Fortress Sera. Тоже интересно, в общем-то, это можно рассматривать как грепель, здесь нет такой портерной нажористости, с одной стороны, здесь есть желчка, чувствуется, то есть, что это портер, можно сказать, ну, я бы его сделал более сладким, чтобы подчеркнуть, а Sera подчеркивать будет. Ну, такое тоже имеет право на существование, это очень необычно, я думаю, что в России такого никто не делал, поэтому сравнить мне не с чем. по цвету, вот цвет все-таки для портера слабоват немножко, может на английский, если там в стиле английского портера его рассматривать, с кем сравнить, я даже не знаю, но тоже вкусно, и виноград здесь чувствуется и очень хорошо сбалансирован. В общем, на этом, наверное, надо заканчивать репортаж про выставку, в принципе, я нам почти все тут обошел, что интересно и есть, рассказал вам, как говорится, пейте вкусное пиво, не пейте невкусное, вот, конечно, с одной стороны, выставка стала несколько меньше, сузилась, импортеров почти нету, турки, Иран, Армения, вот, это основные, кто здесь представлены, но появилось много регионалов, не только по пиву, ну, в смысле, вообще по всему ассортименту, тем более по пиву, но регионалов, которые раньше на эту выставку, как бы и не совались, потому что дорого, и кому они не нужны, а сейчас они вполне себе нормально чувствуют, и уровень, скажем так, по пиву, мне кажется, стал лучше, я уже сказал, что такого прям совсем отвратительного региональщины, такой вот, ее не было, кроме одного стенда, это в первом ролике было, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бла-бла-бла-бла. Воспомнился на 84.